Грусть Грусть, временное недовольство жизнью, это грусть души, вопрошающая жизнь о ее тайне. Иван Гончаров Меня зовут Екатерина Землянова. Это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней нашей встречи «Депрессия. Что это за состояние? Что его вызывает? И что может помочь из этого состояния выйти?» Обсудит с нами клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Юлия Латкина. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Екатерина. Такая тема у нас с вами сегодня. Депрессия непростая. Все что-то про депрессию услышали, но толком не знают, что это такое. Предлагаю начать с того, чтобы разобраться с термином. Что же такое депрессия? Ну, депрессия, во-первых, она бывает экзогенная, да, то есть это воздействие внешних факторов, каких-либо стресса, какие-то потери, утраты, которые приводят к тяжелым состояниям, переживаниям. К ним также относится депрессия, послеродовая так называемая, да. Депрессия также бывает тревожная, да, инвалюционная депрессия. Это когда уже в пожилом возрасте происходит как бы откат, да, назад, переживания по поводу прожитой жизни. Не самые лучшие чаще всего, да. Эндогенная депрессия, вот как раз вот она самая интересная. Почему? Потому что у нее нет внешних причин. И поэтому она тяжелее всего поддается лечению, воздействию. То есть если экзогенная депрессия, причина, понятно, ее убираешь, человеку становится легче. В том числе по поводу медикаментов, вот мы говорили, там, да, там в принципе медикаментозное воздействие, нормально, нормально. Помогает. Помогает выйти из этого состояния. Эндогенная депрессия нет. Она ничем не обусловлена. Это очень тяжелое состояние, часто психотическое состояние. Что это значит? Ну, такие синдромы, как депрессионализация, дереализация, да. Когда человек воспринимает как бы мир как иллюзорный, когда воспринимает себя как бы расщепленным. Он не ощущает себя, он не понимает, кто я. Возникают такие вопросы. Часто это суицидальные мысли, да. Состояние тяжелейшее отчаяния, да, тоски, непонимание, что происходит. Часто называют это клиенты ломкой. Когда вот душу ломит и не понимаешь, что происходит, боль невероятная. Не помогают ни таблетки, не помогают там бывать, ну, не знаю, наблюдению врачей бесполезно все. Это все затягивается. Хроническая форма. Ну и дальше... Ну, это обычно клиника психиатрическая. Ага. То есть депрессия настоящая, настоящая депрессия, эндогенная депрессия, так сказать, беспричинная депрессия. У нее есть причины на самом деле, да. Но они не во внешнем мире. Они не из-за стресса, они не из-за потери, не из-за утраты, не из-за грусти, как мы говорили уже об этом, да. Не из-за того, что там что-то в жизни не удовлетворяет, нет. У человека обычно все хорошо бывает. У него прекрасная работа, шикарная семья, есть деньги. Его обычно ничего не беспокоит. То есть материально он обеспечен полностью. Он может себе позволить все, что угодно. А состояние тяжелейшее, подавленное, угнетенное. И иногда заканчивается суицидом. Ну что же за этим стоит? Какая причина? Не внешняя, а внутренняя? Это именно внутренняя эндогенная, экзогенная снаружи. Ну то есть развелся там, например, или там ребенка родил? Или ребенка родил, но это уже постнедродовая депрессия. Там тоже разные факторы могут быть. Это вообще отдельный тип депрессии. Я бы хотела, может быть, о нем отдельно поговорить, потому что там нужно смотреть на самом деле на человека. Это могла быть уже латентная депрессия, но спровоцированная послеродовая. Вообще депрессия, она как бы уход в себя провоцирует человека. То есть он замыкается сам на себе, внутри себя. И становится неконтактен. Я вот наблюдала очень часто за депрессивными, как это происходит, как они уходят внутрь себя, как они выходят наружу. Что-то это похоже на аутизм. Как бы бегство от реальности, от какой? От фрустрирующей реальности, от тяжелой, недовлетворяющей, от болезненной реальности. Куда внутрь себя? Ну, а вот вы говорите, если реальность хорошая, там у тебя все работа, квартира, достижения, семья, дом полная чаша. Почему тогда откуда? Эндогенная депрессия – это потеря смысла жизни. Обесценивание самой жизни. Человек не видит смысла жизни в материальном. И он пытается найти некие, скажем так, духовные корни. То есть это какой-то экзистенциальный кризис своего рода? Да. Это духовный поиск начинается. Это начинается поиск, кто такой я, в чем смысл моей жизни, зачем все это, поиск первопричины, создание, не знаю, вселенной. То есть вот эти вопросы. Многие уходят в религию, многие уходят в эзотерику, кто-то уходит в философию, не находят там ответственные вопросы, мучаются, страдают. И им нужно именно помогать. Им нужно помогать, их нужно выводить наружу, их нужно направлять. Поэтому очень тяжелые состояния, люди из них выходят, но настоящая эндогенная депрессия – это серьезная проблема. И психиатры вообще считают, что она как бы пожизненная. То есть бывают облегчения, да, какие-то временные, но чаще всего обратно откат идет. То есть только ремиссия? Можно вытащить. И более того, можно научить человека самого выходить из этих состояний. Вот по поводу выхода из состояния. Я же правильно понимаю, что ту же симптоматику мы можем разложить на первые симптомчики, которые первые звоночки, и потом уже какие-то тяжелые, да, вот есть суицидальные мысли, но это уже какая-то серьезная степень депрессии. А есть вот какие-то вот совсем-совсем звоночки, что вот обрати внимание, обрати внимание, может… Именно про эндогенную депрессию, да, обрати внимание. Ну, это вопросы. Это чаще всего вопросы, которые возникают как бы изнутри, и человек на них не находит ответа. И основной суицидальный вопрос. В чем смысл моей жизни? И суицидальный ответ, да, который приходит автоматически, автоматически смыслом в твоей жизни нет. Да? Обесценивание жизни, человек не понимает, зачем ему утром подниматься с кровати, зачем ему идти на работу, зачем ему воспитывать детей, да, зачем все это, зачем другие люди? Он начинает от них отдаляться, он начинает их ненавидеть. Даже так. Даже так. То есть очень тяжелые состояния, очень агрессивные состояния, они уходят внутри себя, они неконтактные, абсолютно. А почему ненавидят? Потому что другие люди, как бы они фонят вокруг и выдергивают, да, мешают этому одиночеству внутри. Многие называют это состояние болотом. Я в своем болоте сижу. Я говорю, ну, может, там будем из него выбираться, давай, уже пора. Он, ну, да, надо. Ну, там, что там? Говорю, там лягуши. Говорит, да, лягуши, ну, такие все родные, знакомые. Да? То есть, ну, все равно убираться нужно. И действительно, если это состояние сразу не купировать, сразу не начать с ним работать, оно будет утяжеляться. И чем глубже туда внутрь уходить, в это болото, да, тем тяжелее оттуда вылазить будет. Медикаменты, ну, нет, обычно не помогают. То есть, они как-то симптоматику снимают какую-то. То есть, я считаю, что они все-таки необходимы. Ну, когда? Ну, когда уже тяжелое состояние, суицидальное тяжелое состояние, когда человека не можешь контролировать, а 4 на 7, медикаментозная поддержка нужна, чтобы хоть как-то облегчить его страдания, потому что они реально невыносимы. Это ломка души, это никому не пожелают испытать, поэтому натягивать на себя депрессию, примерять, никому не стоит. Да? Я, знаете, слушаю, ну, вот, эту внутреннюю сторону депрессии и пытаюсь посмотреть на нее, ну, каким-то, знаете, взглядом среднестатистического какого-нибудь человека. Вот, допустим, кто-то мне говорит близкий, вот в чем смысл жизни, там, тыры-пыры. И я вот так понимаю, что может человек такой столкнуться с тем, что, да, ты просто жиру бесишься, там, типа, нет у тебя никакой депрессии, да? Есть же много мифов по поводу депрессии, да? Депрессии вот с чем, вот как психолог, ну, что посоветовали, ну, то есть как отвечать, вот тебе говорят, да ты все преувеличиваешь, это все от безделья, например, да? Ну, те, кто в депрессии, обычно не отвечают. Им вообще не до контактов с внешним миром, и они, одно о них, оставьте меня в покое. У них один, как насти вопрос, да? Состояние реально крайне тяжелое, поэтому это нету триггера внешнего, как такового. То есть, что мифы по поводу депрессии просто путают экзогенную депрессию, эндогенную депрессию, органическую депрессию и смену настроения, да? Ко мне, вот, как бы, когда у нас была эпидемия, и некоторые девочки и мальчики сидели дома по одному, у них была эмоциональная депривация. Они приходили ко мне, говорили, у меня депрессия, я говорю, ребята, у вас нет депрессии, слава богу, вам очень повезло, да? Сейчас просто выходим наружу, на улицу, начали контактировать с другими людьми, да? Сейчас занимаемся собой, развиваемся, реализуем, дальше учимся, да? Все нормально будет. То есть, эмоциональные связи появляются, настроение повышается. С эндогенной депрессией такого быть не может. А что это? Ну, это врожденные свойства психики, они не у всех. Так называемый абстрактный интеллект, да? Он всего у 5% населения земного шара, и остальная часть людей действительно их не понимает. И многие эти подростки приходят и говорят, меня никто не понимает. Я говорю, да, я знаю. Тебя реально никто не понимает. Почему? Потому что смотрят на тебя через себя, через свои собственные психики, через свое восприятие, свое мировоззрение, через свои желания, стремления, цели. Действительно не понимают, как так может быть. Ему плохо. А отчего тебе плохо? Мы тебе все даем. А ему ничего не нужно. То есть его материальное, в принципе, не интересует. Потому что проблема нематериального характера. С этим нужно быть поосторожнее. То есть когда подросток или взрослый жалуется на подобную симптоматику, это лучше всего сразу к специалисту. Я просто недавно стала свидетелем разговора. Иду по улице, идет семья. Папа, мама, двое детей. Один подросткового возраста, второй помладше. И, значит, мама робко говорит, может быть, к психологу сходим. Отец говорит, да какие у него могут быть проблемы в его возрасте, да? Это все накручивает. Он, да, господи, у него все хорошо, да? Ну, типа, молодо-зелено. Вот такое идет обесценивание, жесткое, прям жесткое. Вот все-таки, со скольки лет вот реально человек может столкнуться с такой историей? И чем опасно, ну, реально, чем опасно игнорировать, обесценивать эту историю? Ну, это, наверное, не обесцение, все-таки взгляд через себя. У папы реально не было депрессии никогда. Папа этого не переживал. А мы смотрим на других через себя, через свои состояния. Если мы знаем, что это такое, мы понимаем другого человека. Если мы не знаем, что это такое... Невозможно? Это невозможно понять. Иногда я клиентам даю такой пример. Ну, допустим, говорю, ребят, я сейчас поставлю свечу, туда палец в свечу положу. Вы почувствуете мою боль? Ответ какой? Ну, не знаю, но говорят же, что есть зеркальные нервы. Почувствуете боль? Или не почувствуете мою боль? Нет, вы почувствуете свою боль. Мою вы не почувствуете. Если у вас был опыт, да, вы понимаете, что это больно, палец в огне, тогда да, тогда вам станет больно. Если у вас опыта такого не было, вы это не понимаете. Вы никогда не поймете, что переживаю я. То же самое и с депрессией. То же самое и с другими тяжелыми состояниями. Если не было такого опыта, не было таких переживаний, понять невозможно, нужно просто верить. Если подросток, ребенок, взрослый жалуется, что ему плохо, ему тяжело, значит, к специалисту. Это не обесценивание, это просто непонимание. Не за того, что там другие плохие, да, или нежелающие понять, потому что понять это невозможно. Поэтому к специалисту. Мне еще кажется, что все-таки вот в целом, в социуме есть небольшая проблема такого снисходительного какого-то отношения к подросткам, да, что кажется, что, ну, типа, что вы можете понимать о жизни, какие у вас могут быть проблемы, потому что это в царм какой-то такой, и джизм немножко. Вот это обесценивание. Вот это обесценивание, ну, снова же через себя, да, это обесценивание. Никто из людей реализованных, развитых, состоявшихся не будет обесценивать подростков. Почему? Потому что это обесценивание происходит на базе того, что, ну, я вот большой, показать себя большим на фоне кого-то, на фоне тебя маленького. Что ты там понимаешь? Вот я понимаю, да, вот со своей там колокольней, а ты-то там что понимаешь? Вот это вот настоящее обесценивание. На самом деле подростки ко мне приходят, ну, я их не знаю, гениальными иногда просто вижу, да, особенно те, которые депрессивны, у них невероятный потенциал, в них заложен. И очень талантливые молодые люди, у них прекрасное будущее, если они выберутся из депрессии, прекрасное будущее, то есть действительно они способны на великие открытия, на какие-то идеи, на какое-то продвижение. То есть у них бесконечность. Я так слушаю, и у меня так вспоминается книжка «Горе от ума», что немножко как будто бы это связано с высоким интеллектом. Да, да. Не просто с высоким интеллектом, а безграничным высоким интеллектом. Да, поэтому чем больше нам дано, так сказать, да, при рождении свойства психики, тем больше нас спрашивают. Чем больше талантов у человека, чем более он одарен, тем тяжелее состояние. И депрессия одно из них, когда он себя не реализует. Поэтому я это состояние иногда называю сигналом психики о том, что мы не развиваемся, мы не реализуем себя, то есть мы идем не туда. И как бы нам, не знаю, такой стимул, что ли, задают изнутри, чтобы мы обратили на это внимание. Потому что, когда нам будет все нормально, ну, мы будем сидеть потихонечку, ну, на диванчике деградировать. А как же развитие? Мы же ленивые все, нас нужно подстегивать. Сознание пока еще слабенькое у человека, поэтому им управляют через что? Через морковку, спереди и сзади. То есть отрубают центр удовольствия и все, беги? Ну, там кортизольчик, адреналинчик и другие гормончики выбрасываются. Да, становится плохо, и человек начинает что делать? Шевелиться. Почему? Ну, потому что ему плохо. Он начинает искать выход из этого состояния. А когда ему хорошо, он выхода не ищет. Ко мне приходил один очень тяжелый, депрессивный, прям невероятно тяжелый. Я даже сомневалась, что что-то получится из этого состояния. Нет, вышел. Вышел. Причем, когда вышел, у него есть дети. Мы с ним разговаривали, именно о развитии детей, о том, как он с ними будет заниматься, что он хочет для них сделать. То есть все пошло, движение в сторону других людей. Я у него спросила, ну, пусть будет, допустим, это Михаил. Михаил, скажи, пожалуйста, а вот если бы ты не упал в депрессию, это тяжелое состояние, что бы ты дал своим детям? Он посидел и подумал. Говорит, ничего. Почему? Потому что, говорит, это состояние меня накрыло, то есть сижу я на лавочке с друганом, пью пиво. Ну, как всегда. Ну, ничего не происходит. И здесь с меня, говорит, нахлобучил вопрос смысла жизни. С этого момента все изменилось, прям на этой лавочке. Да? А если бы не нахлобучил, так бы остался бы на лавочке с баночкой пива. Он начал развиваться, он начал искать. Состояние тяжелое. Они начинают читать активно, начинают какие-то, я не знаю, эксперименты проводить, начинают искать подобных себе, то есть на контакты выходить. То есть развиваются. Ищут путь развить, выход из этого состояния. А как, вот, мне хочется спросить про ближний круг. Вот если, допустим, я вижу, что, ну, там, у него близкого депрессия, ну, например, может быть, он даже ходит в терапевты, может быть, не ходит. Вот близкое окружение, друзья, родственники, не знаю, подружки, мужья, жены, вот самые-самые братья-сестры, близкий круг, как он может поддержать, может быть, человека в этой его истории? Или это вообще, ну, то есть они вообще за пределами внимания и ничего не возможно? Там от обратного ситуации, очень часто близкое окружение провоцирует депрессию, то есть уход в себе. Да, каким образом? Становится болезненным, да, для того, кто ушел в депрессию. Очень часто ко мне обращаются такой подремон, подростки, когда их подавляют, да, когда их оскорбляют, эти болезненные смыслы, когда дома крики, ссоры, скандалы, то есть шум постоянный, фон постоянно, когда их обесценивают, унижают, да, когда какие-то другие проблемы у них в жизни возникают. То есть это все влияние близкого окружения, да, и когда есть уже, как бы, этот абстрактный интеллект, то, скорее всего, это будет хроническая форма, и человек уже на всю жизнь останется в депрессии, на которой будет утяжеляться. Поэтому близкое окружение, если видят, что человек с определенными свойствами психики отличающимися, да, не понимают иногда, что происходит с человеком от тебя, ну, это самое лучшее будет все-таки обратиться к специалисту, проконсультироваться, что делать. Ну, и, конечно, оптимальный вариант – это какие-то совместные интересы. То есть деятельность совместная. Совместные интересы, даже не деятельность, да, то есть это экстравертация того человека, который замыкается внутри себя на себе. Это абсолютная звуковая и смысловая экология там дома, да, чтобы ничто не фонило, чтобы никто… Ну, как плохие смыслы слов. Да, матери унижают, обижают детей, обесценивают, да. А человек, который в депрессии воспринимает мир через ухо, не через глаз. Да. Да, а ух – это прямое воздействие на психику. То есть это очень травматично. Примерно я тогда говорю таким мамам или папам, говорю, ребята, представьте, если я сейчас возьму зеркальце, направлю на солнце, и буду засвечивать вам в глаза, говорю, как приятно будет. Да? И это не секунда, не две, не десять, не пять, а это годы. Как вы себя будете чувствовать? Так вот, он себя чувствует раз в сто хуже, чем вы при этом. То есть как-то приходится объяснять людям, да, что происходит при неправильном взаимодействии. Иногда бывает, меняется взаимодействие, меняется окружение, начинают понимать, начинают сильно поддерживать, прекращают этого давления, не знаю, психологически, вербальный садизм, кто пытается прочувствовать человека, встать на его место, да, то есть начинают хвалить, поддерживать, направлять, да, помогать реализовать семя. И состояние человека меняется в корне. То есть выход из депрессии, он про контакт? Про... В первую очередь про контакт. Нет, не только, да, когда мы в депрессии, у нас начинаются дисфункции, я заметила именно лобных долей. Лобные доли, что такое? Это мотивация, это контроль, планирование, организация, плюс это блок, который снабжает энергией кору головного мозга. И человеку, что сложно, в первую очередь, депрессивному, сконцентрироваться на чем-нибудь вовне. Это как синдром дефицита внимания? Точно, абсолютно детский синдром, но проблематика взрослая, именно дефицита внимания. И поэтому первое, что мы делаем, это все-таки убираем лобную проблему. Я как нейропсихолог, что я заставляю делать? Самое простое, читать. Кого читать? Федора Михайловича Достоевского. Почему? Потому что он тяжел. Потому что для того, чтобы раскрыть эти смыслы, глубинные смыслы, нужна предельная концентрация внимания. Включается лоб в работу, включается мозг в работу. Внимание становится более устойчивым. То есть это нейронные связи, все-таки это органика, и она является хорошим подспорьем в работе уже с тем, что не является органическим, больше уже психологическое или психотическое. То есть что можно вытащить через органику, тащим через органику. Остальное, это уже, конечно, контакты, то есть прям есть упражнения, заставляя экстравертироваться, концентрироваться на других людях, то есть выходить как бы наружу, когда мысли, чувства, состояние, переживания другого в приоритете, максимально концентрация на другом. Это как бы вот экстравертация, это вот как улитку, я не знаю, вытащить за рожки. Они себя вытаскивают. Это проблематично для них, это болезненно. Они этого не хотят, они этого не любят. Поэтому они не любят других людей. Вытаскивание. Когда они это приучаются делать, им уже проще все это. Это вот основные два. Конечно, это не замыкаться внутри себя на себе, что проблематично и сложно сделать. Второе, это читать. Третье, это реализация своих желаний. Потому что любая мысль, это всего лишь инструмент желания. То есть отчасти депрессия, это подавленные желания какие-то? Конечно. Это не просто подавленные, это фрустрированные, недовлетворенные желания. Вот с ними нужно отдельно работать. Человек должен реализовать себя. Человек должен понимать себя, осознавать свои желания. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность их удовлетворить. Потому что депрессия, это очень большие подавленные желания. Они давят изнутри. А если это теневые желания, какие-то запрещенные законом Российской Федерации? Нет, там всего лишь одно депрессия. Там нет теневых желаний. Там очень просто. Это смысл жизни. Это поиск себя. Это поиск первопричины. Это внутреннее состояние духовного роста, развития, реализации. То есть человека подталкивают к этому. К чем думать? О чем думать? Не о себе. В первую очередь. О других людях. Потому что реализация возможна только среди других людей и в их потребностях. А депрессивный обычно неконтактен. То есть он как бы блокирует эту возможность. Почему? Ну то, что он не хочет, он не может этого делать. Необходимые очень большие усилия для того, чтобы себя преодолеть, как бы выйти наружу к другим людям. И понимание себя. Понимание себя очень часто это связано с маленьким словарным запасом. Ко мне приходят люди в тяжелых состояниях не потому, что там что-то реально тяжелое, потому что они не могут декодировать это состояние на уровне слова. То есть понять, осознать, почему и что с ними происходит. То есть люди не читают. Чувства есть, а слова нет. Книжки не читают. Что-то фонит, что-то давит, что-то триггерит. Они выносят это все на уровень психосоматики, на уровень тела, а понять, что с ними происходит, не могут. Маленький словарный запас. И очень часто это является также причиной суицидных состояний, суицидальных состояний. Почему? Потому что народ также не может найти выхода из этого состояния, нормального выхода. И пытаются зайти к Богу с черного входа, то есть через окно. не осознают, не понимают, ощущают тупик, отчаяние, безысходность. Поэтому решают проблему таким образом. На самом деле я их разворачиваю к книжной полке. Когда они разворачиваются, во-первых, это и экстравертация происходит, и пополнение словарного запаса. То есть контакт с героем тоже считается? Конечно. Конечно. Некое переходное поле. Более того, мозгу без разницы, какая реальность, книжная или окружающая. Или сон. Он их путает. Он принимает книжную за чистую монету. Когда мы читаем правильную книгу, мы же не видим слово, которое написано в книге. Мы видим образ. Более того, у нас есть ощущение тактильное. Мы чувствуем запахи, мы слышим звуки. Мы видим некую картинку. То есть у нас включается в работу вся кора головного мозга. Поэтому читать обязательно. И желательно там еще, ну, есть упражнения, чтобы еще и писать, ну, это уже отдельная тема. Это уже на индивидуальных консультациях. Ну, мы можем что-нибудь еще порекомендовать нашим зрителям. Ну, то есть мы часто экспертам предлагаем что-то прям конкретное посоветовать. Фильм, упражнения, книжку конкретную. Да, вот про Достоевского мы уже говорили. Федор Михайлович. У него, кажется, тоже депрессивные достаточно герои. Точно. Потому что он писал через себя. Он писал и про вход в депрессию, и про выход из нее. Поэтому снова же достанет. Там был лайфхаки. Да. Там раскрытие смыслов, там люди, когда читают Достоевского, начинают видеть себя в героях. То есть начинают что-то осознавать, понимать, эти переживания проходить. То есть им становится как-то легче, сознание включается в работу. Поэтому это все-таки Достоевский. Второе, это, конечно, реализация себя среди других людей. То есть какая-то форма служения. Это даже не форма служения. Это, к примеру, если бы у вас был талант писателя, Екатерина, а вы себя не реализовали, вам было бы плохо. А писатель не тот, кто пишет, тот, кого читают. Вот это и есть. Как бы не форма служения, а именно как бы мы попадаем своими талантами, заданностями в потребности. Востребованность. Точно. Других людей. Это и есть реализация. То есть людям нужно понимать себя, что они хотят, и закрывать потребности других людей. Ко мне приходят очень часто программисты с проблемой депрессии. Ребята, да? Художники. Некоторые пишущие люди приходят, да? Ну, конечно, подростки-то, понятно, само собой приходят. Но в основном это все-таки люди творческие, либо все-таки это вот связанные с языками программирования или просто языки. То есть у которых потенциал очень большой. Ну, плюс интровертированность высокая. это... Конечно. Конечно. Поэтому что мы делаем? Экстравертируем. Экстравертируем. Ну, это такая объемная работа и... Благодарная. Объемная, но благодарная. Все-таки они выходят, они справляются, они научаются этого состояния выходить самостоятельно. Более того, я их иногда пугаю на прощание. Говорю, ребята, имейте в виду, вот сейчас вы вышли из этого состояния. Все хорошо, но вас снова туда качнет. Да? Когда качнет? Когда вы снова либо замкнулись на себе, идете внутрь себя, либо будете конкретно недорабатывать, то есть лениться, не развиваться, точно реализовать. Тогда депрессия скажет «Привет!» Да? Как сигнальная система о том, что снова не туда. О том, что в своей жизни что-то менять. Давайте еще посоветуем какую-нибудь практику нашим зрителям. Ну, у меня всего одна практика не думать о себе. Почему? Потому что всегда, когда мы думаем о себе, есть переживание, а есть сопереживание, есть страдание за себя, а есть сострадание. И невозможно одной мыслью быть в двух местах одновременно. И чем мы меньше думаем о себе, переживаем за себя, сидим внутри себя, чем больше думаем о других людях, о их проблемах, о их переживаниях, заботимся о них, тем меньше у нас тяжелых состояний. Думать, то есть, как мне говорят иногда, как не думать о себе? Я говорю, ну, это просто думать просто о другом. Вас неком подумать? Есть. Ну, вот и думайте о них. То есть, вытаскивай себя, это есть экстравертация. А как вы думаете, почему вот депрессия стала такой глобальной проблемой? По-моему, по некоторым исследованиям у нас занимается сейчас первое место в мире по заболеваемости, что у нас буквально в современном мире эпидемия депрессии. Ну, вот реально. Ну, во-первых, депрессию ставят всем, кому не лень. Совсем это не факт, что это депрессия. Во-вторых, есть проблемы экзогенной депрессии, так называемой, то есть из-за стресса. Тут очень часто происходит. А стрессы у нас в нашем мире, то есть состояние небезопасности, незащищенности более чем, люди не уверены в завтрашнем дне, начинаются эмоциональные раскачки. Но я как бы эту депрессию не считаю истинной, все-таки истинная эндогенная депрессия. И тоже есть такая проблема. Почему? Потому что если раньше в мире существовала некая идея, объединяющая народ, идея общая, ради которой можно было жизнь, то есть люди смысл жизни не теряли, он у них был, как бы извне выдавали, направляли человека. Теперь такого нет. И люди дезориентированы. Они не понимают, куда им идти. Они не понимают, в чем смысл их жизни. То есть никто их не направляет, не управляет ими. А это говорит о том, что мы становимся все-таки взрослыми. Все-таки взрослыми и должны стать самостоятельными. Должны сами найти эти смыслы. Конечно. Не просто найти, а создать их. Создать. То есть это такой творческий процесс раскрытия, создания смыслов, некой идеи. Это, ну, я не знаю, я очень часто привожу в пример, особенно депрессивным программистам, Стива Джобса. Какая у него основная была идея? Заработать денег? Нет. Нет. Основная идея улучшить жизнь других людей. Каким образом? Он считал, что у каждого на столе должен быть свой персональный компьютер. Почему? Потому что это повысит творческий потенциал каждого человека. И мало того, что он закрывал потребности, да, он попал в точку, была такая потребность, необходимость, но он пошел дальше, потому что он гений. Он еще и сформировал наши потребности. Это точно. Мы стали хотеть то, чего и нет, но то, что дает он. И поэтому, по примеру, Стива Джобса, не думать о себе, ребят, думать о других, думать об их потребностях, думать о своих возможностях, о своем потенциале, о своем таланте, и, конечно, себя реализовать. Это очень тяжелая работа. Но тяжело – это не больно, тяжело – это не страдание. Да? Надо будет поработать. Здорово. Спасибо большое за этот глубокий, полезный разговор. Хочется верить, чтобы все мы действительно повсрослели и нашли вот эти свои собственные глубинные смыслы. А следующая наша встреча будет посвящена теме веры. Что это такое? Как вера влияет на судьбу? И как реализовывать свою веру? Обсудим. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok